Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня будет такой довольно необычный ролик, потому что в руках я держу сейчас вот такой вот нож, который на сайте производителя называется Финко НКВД. А с другой стороны, я, конечно, прекрасно понимаю, что люди, которые сейчас увидели этот нож поближе и немного разбираются в ножах такого типа, уже начали посмеиваться по, в общем-то, вполне понятным причинам. Так как я в данном случае держу нож, который только называется Финко НКВД, но является ей, ну, прямо скажем, вообще не является, на мой личный взгляд. С другой стороны, меня то, что такой нож попал ко мне в руки, подвигло на то, чтобы создать относительно небольшой, ну, по меркам этого материала, ролик по поводу советских финок вообще. Какие они были, какие они существовали, чем финки НКВД отличаются от армейских финок, и вот про всё про это мы сегодня с вами поговорим на примере данного ножа. Ну, и в конце, конечно, попытаемся сделать вывод, на какую советскую финку этот нож похож. Ну, я так здесь сразу немножко проспойлерю, что если к этому относиться более или менее придирчиво, то, пожалуй, конкретно ни на какую. Первое, что нужно сказать, когда мы разговариваем про советские финки, что, в общем-то, к финским ножам они отношения имеют несколько косвенное. То есть, на самом деле, очень часто сейчас, когда мы разговариваем про те или иные финские моножи, мы подразумеваем ножи, у которых скандинавская геометрия клинка. Советские финки такими ножами никогда не являлись. С другой стороны, первая советская финка получила своё название, потому что не была в целом оригинальным изделием, а основывалась на ноже производства шведского мастера Понтуса Хольмберга, где была развитая С-образная гарда, прямой обух и несимметричная рукоять, которые прикочевали на самую первую советскую финку. Первым советским ножом такого типа была как раз так называемая финка НКВД. По разным данным, она появилась у сотрудников НКВД примерно в период с 1935 по 1937 год 20 века. По меркам тех ножей, которые позже появились в армии, вот эти финки изготавливались несколько более дорогим способом. И самое главное, они действительно были гораздо более сильно похожи на те самые скандинавские охотничьи ножи, которые лежали в основе разработанного ножа для НКВД СССР. Выпускались эти ножи на заводе Труд в поселке Вача Нижегородской области. Именно из-за этого другое широко известное название этих ножей – Вачинская финка. Если посмотреть на нашего сегодняшнего героя, то можно обратить внимание на то, что по сравнению с фотографией этот нож имеет ну разве что похожий строй клинка. Все остальное, ну прямо скажем, очень и очень заметно отличается. Хотя да, кто-то еще скажет, что ну похожие, по крайней мере, цельнокожные ножны. Это тоже в данном случае правда, потому что ножны на самом деле для этих ножей не были стандартизованы и шили их довольно разнообразным способом. Хотя тоже все это происходило, в общем-то, вот там вот, в этом ножевом треугольнике Нижегородской области. И, в принципе, наверняка ножны были так или иначе похожи друг на друга. В 1939 году началась Советско-финская война. Это, в общем-то, не самый продолжительный военный конфликт, который закончился уже буквально в первой половине 1940 года. Но в результате этого конфликта Советская армия была вынуждена принять к сведению некоторые моменты, которые проявились во время этой войны, и заняться перевооружением стрелковых частей. Не вдаваясь в подробности, здесь нужно сказать, что руководство Красной армии приняло решение о необходимости в стрелковых частях внедрить как можно больше индивидуального автоматического оружия. Что в итоге приводило к тому, что бойцы, вооруженные теми или иными автоматами, лишались штыков. Так как, если кто-то помнит, как выглядят советские пистолеты-пулеметы того времени, я думаю, что все понимают, что штыки на них крепить было некуда. Именно из-за этого в Красной армии было принято решение бойцов-автоматчиков оснастить отдельными боевыми ножами. Вполне естественно, что когда подобный вопрос возник, первый нож, на который обратило внимание руководство Красной армии, была именно финка НКВД. Однако финка НКВД была ножом, который изготавливался по тем временам относительно дорогим технологическим способом. А армии этих ножей нужно было гораздо больше. Здесь, например, я скажу, что по данным Ватчинского завода Труд считается, что финок НКВД, вот именно в том виде, как они выпускались для наркомата внутренних дел, было изготовлено что-то около 70 тысяч штук. Армии же нужны были сотни тысяч таких ножей. Соответственно, Красная армия выдвинула к ножу свои требования. Ну, во-первых, ножи нужны были несколько более прочные, с несколько более длинными клинками, чем они были у финок НКВД. И, кроме того, они разрабатывались, так сказать, для использования с той уже в тот момент известной методикой бойцов НКВД, которая называлась «приемы работы ножом шведского или норвежского типа». По-моему, от 1938 или 1939 года существует такая довольно популярная в ножевых кругах брошюра. И вот советский нож автоматчика, или нож армейский, как его впоследствии стали называть, разрабатывался именно исходя из наиболее эффективного применения тех ударов ножом, которые в этой брошюре были изложены. Итоговый нож получился примерно каким-то вот таким, как я демонстрирую вам сейчас на фотографии. Тут есть очень интересная особенность, что в описании этого ножа, ну, если хотите, в некоем госте, который был для этих ножей задан, некоторые параметры, например, клинка регулировались как от и до. То есть это не совсем, чтобы полностью одинаковые ножи, но на самом деле где-то приблизительно вот так как-то они и выглядели. И это, на самом деле, потом породило большое количество всяких разных разговоров о том, что реплики этих ножей, которые выпускаются сейчас, они какие-то неправильные. Ну, на самом деле, они и во времена, когда эти ножи производили, и это были не реплики, тоже были достаточно разными, сильно отличались друг от друга. У ножа NA-40 от Finke NKVD есть две отличительные особенности, которые видны невооруженным глазом. Во-первых, это другая форма клинка. Здесь есть вот та самая легендарная щучка, ну, или, как сейчас говорят на американский манер, клиппоинт или боуи клинок. У Finke NKVD клинок был не такой, но это такой вот более-менее обыкновенный дроппоинт, как на том ноже, который я сегодня держу в двух руках. Ну, и главный, на самом деле, вопрос, который вызывал массу нареканий даже в течение всей Великой Отечественной войны, это вот такая вот довольно своеобразная форма гарды этого ножа. Ну, позволю здесь себе такое слово использовать, потому что к вот этому вот поделию применить слово упор мне как-то довольно трудно. К армейским ножам 40-го года, которые правильно по документам называются NA-40, прилагалось и разработанное тогда же руководство по подготовке к рукопашному бою Красной Армии, в котором было объяснено, почему гарды этого ножа, ну или давайте назовем это упор и крестообразно этого ножа, имеют такую своеобразную форму. А дело все в том, что в том руководстве основной боевой хват ножа был вот такой вот. И поэтому такая вот изогнутая, как кажется обычным пользователем ножи, в неправильную сторону форма гарды, она была нужна для того, чтобы боец интуитивно мог в боевой ситуации взять нож вот в такой вот правильный хват. Потому что те, кого ножами пользоваться учили, они били как бы снизу и делали дорезающие удары. Ну, как-то так, в основном примерно это работало, если совсем упрощенно обо всем об этом говорить. К сожалению, понятное дело, что в течение Великой Отечественной войны подобные ножи были у очень и очень многих бойцов. То есть, считается, что только на Вачинском заводе труд ножей автоматчика, так называемых, или ножей армейских, и на А-40 было выпущено более чем 900 тысяч штук. Ну, и понятное дело, что всех, кто обладал такими ножами, правильно ими работать в боевом смысле никто не учил. Вот из-за этого такая изогнутая необычным способом гарда вызывала массу нареканий в войсках. С другой стороны, те, кого учили работать правильно, говорили о том, что это максимально эффективный для боевой работы нож. Говоря об этом ноже, нельзя никак не затронуть самые разнообразные, его не совсем правильные названия, под которыми он имеет хождение в народе. Ну, во-первых, армейские ножи 40-го года выпуска очень часто называли просто финками. Тут как бы вполне понятно, что это, с одной стороны, происходит от финок НКВД, а с другой стороны, от того, что, ну, они действительно были так или иначе немного похожи на те самые финские или шведские охотничьи ножи, которые бытовали в нашей стране в то время. Еще одно распространенное ошибочное название – это нож разведчика или НР-40. Ну, на самом деле, подобное название встречается даже в некоторых советских документах, однако, тем не менее, на заводе, где выпускали эти ножи, они однозначно указывались под другим названием – именно НР-40. Происходит все это дело от того, что, в принципе, самыми первыми автоматическим оружием индивидуального характера в советской армии в то время оснащались именно разведывательные подразделения. Ну, и понятное дело, что у них-то, у первых и появились вот эти вот ножи. А так как в те времена, ну, скажем так, существовал разведзвод уровня батальонного подчинения и разведрота уровня подчинения полкового, то разведчиков в Красной армии было достаточно много, как и вот этих вот ножей, и из-за этого, наверное, такое название бытовало некоторое время. В течение Великой Отечественной войны ножи НР-40 производились не только на Вачинском заводе труд, но и на Златоустовском инструментальном комбинате. Ножей, которые имели бы на клинке клеймо ЗИК, и по сей день встречается достаточно много. Ну, если мы, конечно, о каких-то коллекционных экземплярах говорим. Кроме того, ножи иногда выпускались полковыми мастерскими и какими-то небольшими артелями, поэтому на самом деле ножей НР-40 того времени вы можете встретить великое множество, и все они будут немножечко друг от друга отличаться. Ничего удивительного или предосудительного в этом нет. Глядя на нашу сегодняшнюю финку НКВД, вы можете заметить, что на ножи НА-40 этот нож, ну, в общем-то, не похож почти ничем. Ну, или вернее, как сказать, вот в общем и целом, конечно, внешность у него более или менее похожа на те ножи, но не более того. Если, допустим, на Вачинскую финку или финку НКВД у него, по крайней мере, более или менее похож строй клинка, то вот на армейский нож Красной Армии времен Второй мировой войны этот нож не похож почти ничем, но похож он на другую финку, которая появилась гораздо позже. В 1945 году закончилась Великая Отечественная война, а в 1947 году на вооружение Советской Армии стал поступать автомат Калашникова, который обладал собственным штык-ножом, который был специально для него разработан. И, как бы, с этого момента можно сказать, что ножи армейские 40-го года выпуска в армии стали, ну, как бы, отходить. Не то, чтобы они оттуда совсем исчезли, но, тем не менее, они уже перестали быть оружием, которым был снабжен, ну, чуть ли не каждый второй боец Советской Армии. В 70-е годы 20-го века началась война в Афганистане, и вот в этот момент, в связи с использованием достаточно большого количества спецподразделений в этом конфликте, именно для них в Советской Армии вновь потребовались отдельные боевые ножи, которые не имели никакого отношения к ножам от автомата Калашникова. Как раз в это время в спецподразделениях на вооружении появился, в частности, вот такой вот нож, который очень часто ошибочно называют НР-43. На самом деле разговоры про ножи разведчика пошли именно с вот этого ножа. Насколько я понимаю, в 40-е годы, когда бытовали армейские ножи, их так называли достаточно редко, а вот когда в 70-е появился вот этот нож, и те ножи почему-то по инерции стали называть ножами разведчика. На самом деле история этого названия выглядит достаточно забавно. Дело просто в том, что в свое время, когда потребовались вот такие боевые ножи в 70-х на годах, советская армия просто со складов достала клинки, которые были изготовлены еще во время Второй мировой войны, а на них стояла вот эта самая маркировка ЗИК-1943. Из-за этого очень многие думали, что это ножи образца 1943 года. Но люди, которые занимаются историей ножей более или менее увлеченно, практически все знают, что они появились именно в 70-х годах 20-го века. В быту те ножи 70-х годов назывались Вишня. И название они такое имели из-за такого элемента, который на этом ноже, ну, в некотором роде повторен. Вот в этом месте крепеж клинка, который здесь сделан с одним монтажом, ну, если так это можно назвать, там на самом деле довольно специфическая конструкция, она действительно вот была похожа на знакомую ягоду. Хотя вполне возможно, что этот нож, который по некоторым документам проходил с этим названием, имел его и вполне официально. Вот здесь точной информации у меня нет. Если уж и говорить про нашего сегодняшнего героя и похожесть его на те или иные советские финки, то вот, пожалуй, как раз на Вишню он похож больше всего. Связано это с чем? Изначально для производства тех ножей брались клинки от армейских ножей 1943 года производства. Ну и естественно, что все остальное приходилось изготавливать заново. Соответственно, появилась вот такая вот довольно-таки упрощенная крестовина, которая создает два эдаких упора, которые вы здесь сейчас видите. Она довольно точно воспроизведена на этом ноже. Очень похоже на то, что было на оригинальных ножах 70-х годов производства. Плюс вот такой вот формы рукояти. Только в оригинале эти рукояти были пластиковые. Как правило, либо зеленого, либо темно-коричневого цвета. Здесь же она сделана из другого материала. Итак, вот теперь я думаю, что самое время в этом длительном ролике пробежаться по техническим характеристикам этого конкретного ножа. Ну вот прямо скажем, что на мой личный взгляд это с точки зрения внешнего вида и его технических характеристик. Это кейфранкенштейн, который сделан из двух ножей. Финки НКВД и ножа Вишня. Потому что здесь на самом деле клинок сделан вот примерно такой, какой он был на финках НКВД. Он даже по размеру на него гораздо больше похож, чем на армейские ножи. Там клинок был, насколько я понимаю, немного все-таки подлиннее, если говорить о нем в среднем. Кроме того, здесь сделана очень узнаваемая форма рукояти и гарды этого ножа. Вот я сегодня себе позволю не говорить слово упоры, потому что я считаю, что здесь это все-таки гарды. Это не отдельный упор, а это вот такая вот крестовина, которая эти упоры образует. Я думаю, что меня простят любители ножей, что я так немного вольно обхожусь с гостовскими терминами, разговаривая вот об этом вот изделии. У данного конкретного ножа рукоять сделана из материала Эластрон. И вы знаете, я держал реплики ножей Вишня, у которых рукояти были пластиковые, как на классике. И скажу вам так, что ну вообще мне, честно признаться, рукоять из Эластрона как-то больше нравится. Во-первых, она не будет совершенно точно накаляться на морозе, не будет какой-то неприятной. Она чуть-чуть такая вот, чуть-чуть совсем мягкая в руках, то есть что дает такой уверенный плотный хват на этом ноже. И при этом, как мне лично кажется, по крайней мере, исходя из тех экземпляров Вишни, которые я держал в руках, она довольно точно повторяет те размеры, которые были на ножах, выпущенных для советской армии 70-е годы. И здесь, кстати, есть вот такой довольно любопытный момент. Вот это у меня средняя мужская ладонь, прям действительно средняя на 2024 год, по крайней мере, насколько мне известно. Именно исходя из размеров руки таких, как у меня, очень многие производители по всему миру делают рукояти современных ножей. И вот обратите внимание, что в общем-то, ну можно сказать, что мне эта рукоять, конечно, подходит, но вот я бы, наверное, хотел, чтобы она была чуточку побольше. Но просто дело в том, что тогда, когда конструировались изначальные ножи на 40, ну и тем более, когда потом они впоследствии на основе их клинков выпускались ножи Вишня, то люди были немножечко поменьше размером. То есть, и ладони у них, соответственно, были чуть поменьше. То есть, мне этот нож, в общем-то, по размеру подходит, но я его вот так вот ощущаю. Ну, это, скажем так, минимальная рукоять, какая может быть на ноже с фиксированным клинком подобного назначения. При этом я вам скажу, что она страшно удобная. Вот именно для каких-то даже не боевых, а, скажем так, тактических задач, потому что можно говорить о том, что вообще, в принципе, советские финки, ну, в нашей стране это, можно сказать, что первые именно тактические ножи, потому что, несмотря на то, что они, понятное дело, разрабатывались как ножи боевые, но изначально при их разработке всегда предполагалось, что какая-то хозяйственно-бытовая и рабочая деятельность этими ножами тоже предусматривается. Ну, и я думаю, что вишня это, в общем-то, нож, который перенял на себя все вот эти вот возможности сразу. Только единственный, как бы, конечно, момент, что здесь финка НКВД, вот в виде строя клинка, она, конечно, дала о себе знать. Но, с другой стороны, такой способ изготовления, он несколько более дорогой. Если вы хотите себе что-то аутентичное, то вы наверняка это тоже сможете найти. Мне же лично кажется, что этот нож, ну, несмотря на то, что не соответствует вот некоторой такой историчной узнаваемости того ножа вишня, например, которым он должен был бы вроде бы как быть, или уж тем более той самой финки НКВД, которой он вообще точно не является, этот нож, тем не менее, достаточно удобен, если вам вообще удобны ножи подобного типа. Еще одним аутентичным моментом, который так вот сразу не увидишь, является термообработка из стали, использованная на клинке этого ножа. Дело в том, что термическая обработка клинка здесь сделана такой, что твердость его составляет, по заявлению производителя, 54-56 единиц по шкале роквелла, что по современным меркам, ну, скажем так, это даже для кухонного ножа будет довольно мягковатый клинок. Но здесь есть как раз вот некоторая такая историческая справедливость. Дело просто в том, что в оригинале клинки этих ножей, ну, по крайней мере, на Вачинском заводе труд, делали из инструментальных углеродистых стали и закаливали их даже на несколько меньшую твердость. Там фигурирует местами что-то 52-54 единицы по шкале роквелла. Указано было, что больше 56 единиц клинки вообще не должны быть. Связано это было с тем, что эксплуатировать это все предлагалось, естественно, в жестких полевых условиях. И, соответственно, нужно было сделать клинки такими, чтобы они, во-первых, не ломались от ударной работы, потому что это все-таки боевые ножи. А, соответственно, они должны были быть очень нехрупкими. А, с другой стороны, они были настолько мягкими для того, чтобы их можно было легко подправлять в боевых условиях. Ну, да, понятное дело, что заточку они так, как современные ножи, держать не могли. Здесь, конечно, с одной стороны использована сталь У-8. Это углеродистая сталь, которая очень здорово, говорят, принимает остроту. Вот, честно признаюсь, никогда не точил ножи из подобной углеродки самостоятельно. Но видел то, что сделано другими людьми. Ножи, действительно, если их серьезно точить, получается, по крайней мере, с первичной заточкой очень острые. Но, понятное дело, что при такой твердости клинка, привычное нам количество рабочих циклов, эти ножи первичную остроту держать не будут. Ну, сталь, действительно, помягче, какая она и должна быть на ножах вот такого специфического назначения. Ну, и ножны. Я, знаете, друзья, что скажу? Вот, с одной стороны, это такие обычные простецкие кожаные ножны, которые сделаны более или менее на современный манер. Когда некоторые производители реплицируют те или иные советские финки, они иногда пытаются сделать примерно то, что у них там было в 30-40-е годы. Но, откровенно говоря, это такие изделия, которые были максимально дешевыми, потому что выпускались эти ножи очень массовым порядком. Не знаю, насколько мне бы лично было интересно на реплике ножа иметь реплицированные ножны того времени. Потому что, ну вот, на самом деле, нужно ли это, не совсем понятно. Здесь, ну, насколько я понимаю, не особенно старались сделать прям вот ровно то же самое, что было тогда. Сделан вот такой вот полусвободный подвес. Кожа хорошая, все к рукам приятно. И мне единственное, что смущает, если уж все равно не пытались ничего повторить. Ну, зачем ставить вот эти вот штуки? Мне кажется, что это уже на данный момент, ну, настолько архаичный способ закрывания вот этого вот ремешка, что я даже прям, честно говоря, не знаю. Ну, может, кнопку какую-нибудь поставить на современный манер. Да вообще, учитывая, что нож-то сам по себе какой-то точной репликой советской финки не является, можно было бы сделать в этом отношении что-нибудь и поинтереснее. Хотя, скажу так, что претензий каких-то к ножнам действительно нет. Они сделаны, да просто нормально сделаны для ножа за вот такие деньги. Еще один момент, связанный с легендами о советских финках, заключается в разговоре о том, являются ли подобные реплики в нашей стране холодным оружием, как выражаются те, кто об этом спрашивает. Но давайте здесь постараемся коротко разобраться. С точки зрения наших современных российских ГОСТов нужно понимать, что советские финки действительно являются боевыми ножами. И, в общем-то, в некотором смысле их реплики тоже можно подобным образом называть. Но в современных ГОСТах под боевыми ножами подразумеваются те ножи, которые стояли на вооружении тех или иных видов родов, войск или там каких-то специальных подразделений. То есть, именно подчеркиваю, стояли на вооружении. Да, понятное дело, что прообразы вот того ножа, которого я в данный момент держу в руках, на вооружении стояли. Но сам-то этот нож никогда на нем не был. А вот если мы говорим о том, является ли этот нож предметом, запрещенным к свободному обороту в нашем стране, в этом контексте является ли он холодным оружием, то тут все сделано достаточно интересно, как и на очень многих других репликах вот тех знаменитых советских финок. Дело в том, что толщина клинка этого ножа составляет всего лишь 2,4 мм. И, собственно, именно этот признак выводит его из категории так называемого холодного оружия. Здесь самое любопытное, что вот у тех самых советских легендарных боевых финских ножей тоже могла быть подобная толщина клинка. Но, как я уже говорил в начале ролика, у них этот параметр мог быть несколько разный, и поэтому в то время они как бы, ну что ли, не выделялись подобным образом. А вот в наше время, исходя из законодательства, этот нож холодным оружием никак не является. Можно спокойно пользоваться, владеть, носить, в общем, все, что вы можете делать с прочими другими обыкновенными ножами с фиксированным клинком. И вы знаете, друзья, сейчас, глядя на этот нож так немного поближе, кто-нибудь меня бы спросил, если бы сидел со мной в одной студии, ну а как вот вообще, нравятся тебе советские финки, пускай и такие вот, ну, немного неаутентичные, как этот нож. И я вам скажу, что я регулярно держу в руках подобные ножи, и скажу, что да, они мне в общем и целом нравятся. На самом деле, несмотря на такой, ну, скажем так, простоватый и по современным меркам, наверное, невзрачный внешний вид, отсутствие каких-то очень богатых материалов изготовления, хотя подобные варианты таких ножей, конечно же, тоже на открытом рынке встречаются, эти ножи, когда берешь их в руки, производят какое-то совершенно неулоимое впечатление очень продуманного и очень универсального инструмента. Да, очень многие люди, когда берутся за подобные изделия, начинают думать о возможностях его боевого применения. И тут, ну, это, в общем, как бы для меня личный предмет постоянной иронии, потому что ясное дело, что в современное время есть уже гораздо более интересные, сложно придуманные и, наверное, гораздо более универсальные изделия такого рода. Но вот с точки зрения, как нож тактический, то есть вот такой прям максимально универсальный и очень непритязательный ко всяко-всяко работе нож, который еще и можно использовать как оружие, советская финка, да что говорить, это один из самых массовых боевых ножей за всю человеческую историю. Поэтому понятное дело, что нож этот не может не вызывать интерес у человека, который ножами увлечен. Друзья, я думаю, что ролик и так получился очень длинным, а я, понятное дело, не претендую на абсолютно исчерпывающий рассказ о тех или иных советских финках. Постарался просто рассказать обо всем понемногу на примере одного конкретного ножа, который можно назвать в широком смысле не репликой финки НКВД, а репликой всех советских финок сразу. Ну, вот какое-то такое он у меня отношение вызвал. Надеюсь, что вам это было интересно. С вами на канале сети ножевых магазинов Мейстер Мейстер был Заливаха. Большое вам спасибо за просмотр. Пока.